Принятый в стране курс на улучшение бизнес-среды и привлечение прямых иностранных инвестиций позволяет создавать новые производства, расширять линейку готовой продукции, в том числе и в кожевино-обувной промышленности. От слов к цифрам. Если в 2016 году было произведено продукции на сумму 512,4 миллиарда сумм, то в 2020 году показатель превысил 3,6 триллиона миллиардов сумм. В основе этого льготы и преференции, которые и форсируют производственные мощности, тем самым решая, что немаловажно, вопросы обеспечения занятости. Тему продолжим примером из Новои. Здесь установили современные технологии итальянского производства. На строительство котельной и перерабатывающего сооружения выделено 2 миллиарда суммов. И прежде всего упор сделал на выпуски качественной продукции. Ну а уделяемое особое внимание отрасли вдохновляет сотрудников предприятия на новые идеи и инициативы. В 2019 году родилась идея о запуске завода по переработке кожи. Причиной тому стало особое внимание главы государства к отрасли. Нам было выделено здание по нулевой стоимости. В течение полутора лет отремонтировали, затем привезли и установили итальянское оборудование. Провели строительно-монтажные работы. В планах также намечено наладить линию по покраске кожи. В этой связи уже ведем переговоры со специалистами из Турции и Италии. Завезем и необходимые для этого процессы технологии. Это также позволит создать еще 10-15 рабочих мест. Следует отметить, что за прошедший период этого года только в город Новои на реализацию 12 промышленных объектов было инвестировано 90 миллиардов суммов. В результате чего создано около 200 рабочих мест. Также до конца года ожидается сдать в эксплуатацию свыше 50 мощностей и обеспечить постоянной работой 1 тысячу человек. Продукция текстильного предприятия в Новои экспортируется в Россию и Туркменистан. Изготавливаемые полотенца и одеял из местного сырья отличаются своим качеством и востребованы на внутреннем рынке. Мы получили кредит в объеме 500 тысяч долларов расходы на строительство этого цеха, производство продукции полностью из собственных средств. В цеху трудится 30 человек. В основном изготавливаем полотенца и одеяло. Есть возможность выпускать несколько видов. Ну а сам дизайн основан на требованиях внутреннего рынка. Продукция – стопроцентный хлопок. 90% работников предприятия – женщины, а хорошие условия способствуют повышению эффективности работы. Здесь работаю с начала основания цеха. Рабочий процесс несложный. Для работников организован и транспорт, который не только привозит, но и отвозит по домам. Хотелось бы, чтобы аналогичных предприятий было больше, так как они позволяют обеспечить занятость женщин и девушек. Когда мы видим нашу продукцию на рынках, это нас очень радует. Благо жизни в труде. А созданные достойные условия открывают новые возможности и перспективы для повышения благосостояния населения, развития предпринимательства, да и в целом экономики страны.